здравствуйте мои дорогие друзья приветствую вас на канале ксана оксана goodwin vintage продолжим искать клад то что было найдено на свалках помойках я собираю коллекционирую показываю вам свои находки и сегодня будем искать клад вот в этой стеклянной шкатулки предположительно это эпоксидная смола и натуральные цветы здесь видите листья в чем натуральная вот эта вот вещица меня тоже есть такая задумка заняться именно эпоксидной смолой то есть все там украшения общем тему это сейчас изучаю если что-то будет получаться буду вам показывать возможно свой еще один канал открою именно на тему эту но начать хочу свой сегодняшний ролик вот с этого колокольчика в прошлом видео я показывала розовую коллекцию и совсем упустила из виду что у меня есть и вот такой чудный колокольчик роза звенит просто великолепный такой чистый звук такая брашировка в общем как дополнение к прошлому видео кто не посмотрел посмотрите розовую коллекцию показывала это броши в розовой теме серьги клипсы в общем все что там было с розами связаны многим ролик понравился так что кто не смотрел советую посмотреть и в общем как дополнение к тому ролику вот эту розу сейчас вам покажу так ну давайте приступим сегодня разбирать будем не только эту шкатулку но и вот эту шкатулку с дельфинами как я уже сказала сегодня предположительно такая тема у нас птички и рыбки и давайте приступим здесь вот кстати вот в этой шкатулке всего одно украшение но прям вот как подобрать более тематическое украшение практически невозможно шкатулку пока сюда отправлю это вот такие серьги тоже дельфинчики и это по моему его да и это эйвана что-то сейчас засомневалась они ты его написано вот так вот вот такие дельфинчики их еще я не надевала как-то забыла забываю про те украшения которые находятся в шкатулках но в общем так чтобы их можно было побыстрее найти думаю что вот так и хороши тем что они видите в разные стороны дельфинчики из кристалликами глазки у них в общем вот такая тема рыбок начинается до такой шкатулки тоже я вам ее показывал металлическая эта часть здесь на этой шкатулке есть тоже маркировка 1997 2000 год и это китай такая вот тоже винтажный возраст уже практически имеет ну давайте приступим к разбору вот этой шкатулки который я собрала тоже коллекцию рыбки птички буду брать по одному украшению мне удобно например вот с правой руки будем справа идти налево и первую брошь которую хочу показать я в этой коллекции это дамаскина вот такая рыба меч с зеленым глазом в отличном состоянии предположительно носить ее почему-то нужно наверное вот так вниз или может быть вверх иглой мне как кажется больше вот так вот больше и и правильнее что ли носить такая чудесная брошь в отличном состоянии досталось вот этот вот ее меч по моему так он и был задуман красивее красивущая вообще рыба зеленым глазом кристаллик на месте и вот такой дамаскина рисунок тоже интересный такая вся проработанная отличная рыбка попалась мне в сети буду брать подряд мои дорогие все что попадается следующая это птичка да я показывала вам когда эту птицу в процессе когда я ее обнаружила меня поправили что это подделка это не настоящий дамаскина аргументов так сказать в правильность этой гипотезы не нашла так что напишите свое впечатление как вы считаете такая птица буду ускоряться побыстрее хочу вам все показать до серия медвежат у меня есть это вот такая брошь медвежонок с перламутровыми вот такими вставками залитые и тоже стеклом и здесь у него есть как бы ожерелья с кристалликами аврора бареалис и с красными глазами почему-то часто встречаются именно животные с красными глазами и в частности вот у меня медвежата есть тоже с красными глазами все почему-то так обратная сторона выглядит брошь старая ведь она собрана из нескольких элементов то есть у нее отдельно брюшко отдельно голова все это скреплено ведь и двигается на самой застежки но брошь в отличном состоянии по моему нет маркировки хотя выглядит она очень так прилично ну я знаю что у некоторых компаний была прям серия нет маркировки серия именно медвежачьи медведей так следующий медвежонок сейчас вам покажу вот такой глазки кристаллики белые на месте так здесь тоже по моему нет маркировки но брошь довольно старенькая так вот застежка выглядит сейчас выловлю вам медведей и покажу часть медведей где-то у меня в другом месте вот тоже самое да красный глазик но один кристаллик отсутствует нет сказала отсутствует он просто вот такой не почищенный тоже вот такой медвежонок причем они все как-то вот в одной что ли позе и здесь тоже по моему нет маркировки казалось нет маркировки а здесь вот на самой игле что-то есть маркировка вы сейчас камера сфокусируется тоже мне одна зритель написала зачем вы на подложке показываете а мои дорогие чтобы не было вот такого размытого экрана вот видите здесь вот есть маркировка когда камера хорошо фокусируется маркировка видна но какая именно трудно сказать не трудно сказать если вот буду монтировать видео и смогу как-то прочитать тогда скажу такая тоже но видите они как братья все все братья здесь еще есть медведи в другом каком-то месте особое внимание давайте пока медведей отложим где-то они меня в другом месте собраны вот такая чудная рыба и очень интересная у нее сама застежка она как форме булавочки и предположительно когда в движении такое будет ее движение самой этой рыбы потому что она такое подвижное и это вот прям вот мне кажется это прям вот дамаскина точно сложная брошь собранная тоже нескольких элементов и здесь у рыбы такой шарик я в интернете находила подобных рыбочек и это испания дак компания дак тоже хорошо всем известная дорогая компания в общем то тоже когда нашла просто удивлена была такая рыбка еще полюбуемся немножко сама полюбуюсь давно не разбирала эту шкатулочку следующая брошь вот такая собачка из выглядывает из коробки подарочной сочетание броши раванного такого матового вернее металла желтого цвета и глянцевого собачка вся такая интересная брошь очень такая тяжелая крупноватая и здесь есть маркировка вот трудно читаемая газ и что что-то такое если через камеру видите смотрите а альжика такая маркировка тяжелая красивая брошь самом деле так идем дальше следующая рыбка да когда вот эту рыбку я нашла я не сразу поняла что это рыбка я подумал что это какой-то цветок завиток оказалось это вот такая золотая рыбка без кристаллов красивое броширование и она довольно старенькая это брошь без маркировки старенькая брошечка и осталось у нас тут слоненок а кстати вспомнила сейчас покажу сначала этого слоненка тоже дамаскина ну хобот не вниз опущена все-таки крючочек кверху уже хороший знак и я сейчас вспомнила у меня есть еще слоненок сейчас покажу вам это вот такая подвеска на родном на на родной цепочке и это подвеска пятидесятые шестидесятые чудная вещица так сейчас смотрю маркировки 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 нет на самом замочке и здесь вот есть площадочка для маркировки но самой маркировки нет но слоник просто чудесный такие яркие кристаллы так сверкают очень похоже на сваровский я в интернете находила и очень интересная именно брошировка опять-таки вот сочетание матового металла и глянцевого причем глянцевый металл вот в такой технике как алмазной обработки выполнен такая вещица интересные тоже хоботочек у него кверху поднят если мои дорогие видите маркировку которую не вижу я пишите вы мне часто помогаете в именно в поиске их маркировки которые бывают просто вот в неожиданных каких-то местах вот такой слоненок подвеска что касается самой вот этой шкатулочки она самодельная думаю что и это хэдмей и здесь вот есть виктория канада я думаю что это что-то такое ручное и следующую шкатулочку давайте сегодня тоже рассмотрим здесь коллекция кошек да не ошиблась да это кошки и и они собраны вот в такой нежнейший просто шкатулки по моему английская шкатулка микаса это дорогой магазин а нет сказал английская это япония китайский фарфор микаса дорогой магазинчик и очень такая нежная но очень крупная шкатулка она вот прям крупное практически все кошки у меня тут уместились буду сегодня вам сегодня покажу еще и вот эту коллекцию кто часто вернее давно смотрит мои видео уже возможно некоторые из этих броши вы видели удовольствие получить как говорится лишним никогда не бывает такой красивый довольно фарфор и в отличном состоянии шкатулку от крышку вам показываю и кошек по-быстрому хочу вам показать сама как сказать ревизию провести что у меня есть чего нет уже забыла так обратная сторона выглядит у этой кошки очень красивая эмаль белая такой прям кот гуляет сам по себе довольный хвост к верху золотых каких-то тапочка тут у меня сережа стонет смотрит тоже слушает вернее меня это вот такая кошечка предположительно это или закладка для книг или что-то держатель для чего-то там предположительно для денег для каких-то возможно я думаю что это закладочка для книг брошированная кошечка очень приятная вещица причем мордочка у нее личико да у нее так вот прям прям тщательно выполнена такая вещица следующая здесь вот такая брошь pin тоже есть маркировка и это могу определить эйвон эйвон кстати я люблю винтажный эйвон это винтажная вернее украшение винтажные от эйвон велика вероятность что они созданы какими-то известными марками известными дизайнерами потому что компания вон сама не занимается производством украшений бижутерии а заказывает именно у каких-то интересных компаний и вот скажем ранний эйвон часто встречались украшения довольно таки интересные так следующая брошь pin тоже сейчас по-моему нет маркировкин так по-быстрому покажу вам такие котята в корзине очень такого интересные такие сюжетные броши тоже мне очень нравится котятки в корзинке как-то очень весело вот это брошь тоже где-то я нашла сначала подумала что здесь что-то не хватает в общем как-то не серьезная к ней отнеслась потом поняла что так оно и было так и было задумано возможно что-то было не знаю в интернете находила именно без вот именно в таком виде в каком вам показываю следующий код вот это брошь очень любима мной такой модный код на тыкве и конечно хэллоуину такая тематическая брошь но такой интересный черный код на тыкве и посмотрите у него цепь золотая цепь него висит такая звезда вот такой вполне себе серьезно тяжелая эмалевая брошечка и здесь так маркировки нет по моему такая очень сложная сочиненная брошь то есть собранная сама тыква отдельно и вот отдельно и длинная игла красивая вещица еще более красивая вещица это вот такой лев на на шаре натуральный камень как называется камень сказать не могу забыла честно говоря название камня ну такой вот лев и него такая прям мордочка очень такая серьезный лев на шаре зелеными глазами тут у него и жемчужины в гриве и брошь довольно старая тоже она видите сложная собрана из нескольких элементов например вот обратная сторона прям очень очень сложно пытаюсь найти маркировки не вижу если видите напишите она видите сложно собранная то есть у нее и глава отдельные туловище отдельные тут еще шар и и тут еще у него такой натуральный камень общем во всей красе царь зверей так буду ускоряться немножко мои дорогие это вот чеширский код из алисы и у него есть маркировка это тоже его но тоже такая интересная вещица чеширский код красивая вещь следующий да покажу вам вот такие серьги это кошечки без маркировки играют с шариком на разные ушки шарик такой подвижный тоже в интернете находила ну там в общем разные теории чья это компания кто-то пишет что джей джей кто-то пишет что тоже эйвон но здесь во всяком случае я маркировке не находила попробую еще раз посмотреть эти маркировки нет но серьги интересные в отличном состоянии подвижные вот эти вот шарики просто чудо 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 как следующий кричит заведующий это вот такая кошечка спин спиной сидит хвостиком машет тоже брошь подвижная так хвостик двигается у нее и здесь нет маркировки гранатовые такие кристаллы очень красивые и сама на тяжелая не мелкая брошь тяжеленькая заметно еще за счет вот этого движения хвостов то есть будет она сидеть и хвостиком вилять все кристаллики тоже смотрю на месте гранатовые следующая брошь вот такая тоже когда обнаружила подумал что здесь чего-то не хватает но в интернете нашла я этих кошек так она и была задумана то есть вот оттенок одежды который будет приколота это чудесная брошь как раз и будет являться фоном для вот центральной кошки уж такая она тяжелая очень красивая тут эмаль ускоряюсь прям ускоряюсь следующая кошечка вот такая с красными глазками зеленым бантиком старая брошь так здесь уже маркировки не вижу такая миленькая даже мне кажется это котенок такая яркая красивая эмаль и она сама в отличном состоянии такая вещица бантик объемный так как правило кошачьи вот броши все они объемные не плоские так в эту тему как-то попали жирафы ну ладно если тема сегодняшнего видео животное то почему бы не жирафы так и шедевром так заканчивается все опустила шкатулка шедевром выступает вот две таких броши первый брошь это брошь кошка эмаль брошь очень старая это брошь я думаю относится к 50-м когда в моде был такой была такая техника покрытия эмалью металлом то есть металл покрывали эмалью в этой технике выполнялись и цепочки и кулоны у меня тоже есть большая коллекция вам ее показывала а это вот такая брошь кошка тоже смысл в том что цвет глаз будет зависеть от того в какой вы будете одежде такая она объемная тоже такая красивая брошечка она такая старая обратная сторона и вдогонку к этой броши я приобрела и вот такую брошь то есть это конечно не кошка скунс но выполнена в той же техники причем они были рядышком находились лежали как же можно было ее оставить хотя я не любитель скунсов да но в той же технике выполненная брошь они прям как два друга на скунс видеть у него тут и ротик типа открыт тоже такое тельце у него объемные такие брошечки классные вот такой ролик сегодня получился напишите пожалуйста понравился ли вам именно тематически вот такой звериное сегодня у меня ролик свое впечатление пишите комментарии дополняйте если есть какая-то вас информация за нее вам буду очень благодарна всех люблю целую и обнимаю всем мира добра и красоты я с вами была оксана увидимся в следующем видео всем всего хорошего пока пока